В областном центре устраняют последствия снегопада, в Госдуме готовят сюрприз для курильщиков. Чтобы помочь животным, ульяновские школьники собирают макулатуру. В 2008 году в регионе появился институт наставничества. Молодые специалисты, устроившиеся на работу, получают мудрого наставника, который помогает новичку в работе. А чтобы сами наставники могли делиться опытом, в регионе создан проект «Наставнический десант». С его участниками встретился Сергей Морозов. Сегодня губернатор Сергей Морозов встретился с участниками проекта «Наставнический десант», чтобы обсудить проблемы преемственности поколений. Принято считать, что молодость и задор всегда в конфликте с мудростью и опытом. Еще отечественный классик Тургенев посвятил этому целый роман «Отцы и дети». Попыток примирить отцов и детей с тех пор было сделано много. Полезный опыт не забывается. По инициативе губернатора Сергея Морозова вот уже два года в Ульяновской области развивается институт наставничества. Сегодня он встретился с теми, кто готов нести свои знания в народ. «Десант наставников» – вот такой вот проект есть у нас в Ульяновской области. И сегодня я здесь не случайно присутствовала, потому что неоднократно я выезжала в районы области, в наших здесь городских районах тоже участвовала на таких встречах, где собирались люди различного возраста, различных направленностей деятельности. И все вместе мы обсуждали вопросы наставничества. Что значит быть наставником? Каждый понимает это по-разному. Кто-то даст советы, доволен этим, кто-то на этом не остановится. Наш депутат Балыхин Григорий Атемович, он уже 10 лет в Ульяновской области, он сделал столько, что мы будем вспоминать о нем, как о каком-то уникальном событии вообще в депутатской деятельности. И самое главное, что он уже 10 лет наставник детей-сирот. Помощь, по мнению участников проекта, может быть любой. Главное – хотеть и уметь делиться самым ценным, что нам жизнь дает – опытом. Главное – уметь поддержать в нужный момент. Желание поделиться тем, что умеешь ты, оно привело вот этих людей в этот десант, которым сейчас занимается вот Людмила Ивановна Тихонова. Для широкого охвата нужна помощь власти, для того, чтобы объединить разрозненные усилия неравнодушных людей. Ульяновский опыт уже стал распространяться на всю страну. В наставничество в последнее время не сходит с уст многих руководителей, в том числе руководителей нашего государства Владимира Владимировича Путина. Во-вторых, если вы посмотрите, то совсем недавно тема наставничества вошла в том число и в число национальных приоритетов. С удовольствием отмечу, что мы с вами оказались готовы к реализации этого замечательного проекта. Цель проекта – выработка новой методики подготовки воспитания квалифицированных кадров во всех сферах производства, общественных отношений и управления. Это означает, что специалист не просто придет из вуза и сядет в чье-нибудь кресло. Рядом с ним будет наставник, прежний хозяин кабинета, готовый помочь, принять правильное решение, направить усилия на быстрейшее достижение результата и так далее. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В Ульяновске устраняют последствия снегопада, который обрушился на регион накануне. Подробности в нашем репортаже. Вчера, 7 февраля, регион находился под властью активного западного циклона. В городе выпало 10 сантиметров снега. Чуть больше декадной нормы. Начиная с 1 января 2019 года у нас также отмечался 4-5 января снегопад. Это вот как раз таки приравнивается конкретно к вчерашнему снегопаду. То есть у нас в прошлый раз с 4-5 выпало такое количество осадков за два дня, а в этот раз выпало за один день такое количество осадков. Сегодня, по сообщениям администрации, в областном центре и пригородных зонах работают 75 единиц техники. Особое внимание главным магистралям. В работах задействованы снегопогрузчик, грейдер, три трактора и 10 камазов. Тем не менее, ситуация по городу оставляет желать лучшего. Движение затруднено на второстепенных дорогах, выездах со дворов и частном секторе. Сегодня пока выходит 75 единиц техники, будем увеличивать. Это продолжение вывоза снега, с пересечек вывозить снег, очистка тротуаров, очистка путепровода. Потому что вчера буквально от Минаева убрали путепровод. Сегодня после прохода комплексов приходится повторно мосты очистить, убирать. И, конечно же, тротуарную часть будем чистить, вывозить снег. На пешеходных зонах работают дворники. Всего около 890 человек. На очистку кровель многоквартирных домов будут направлены альпинисты и 8 автовышек. Работу осложняют припаркованные во дворах машины. Поэтому график уборки был смещен на дневное время, когда большинство автолюбителей отправилось на работу. Основные проблемы, с которыми столкнулись при очистке предмоговых территорий, это наличие автотранспорта. То есть припаркован автотранспорт, поэтому ряд управляющих компаний был смещен график очистки предмоговых территорий на 7.00, когда более-менее уже предмоговые территории были освобождены от автотранспорта. В городском контакт-центре продолжает работу горячая линия, по которой ульяновцы могут сообщить об участках дорог, требующих уборки. Телефон 73 79 11. По информации синоптиков, осадки ожидаются в воскресенье и понедельник. Дневная температура воздуха не будет превышать 8 градусов со знаком минус. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. 9 февраля Ульяновск вместе со всей Россией отметит День гражданской авиации. Накануне в Институте гражданской авиации прошел праздничный концерт. Ветеранов и сотрудников авиационной отрасли поздравил губернатор Сергей Морозов. Ульяновские школьники собирают макулатуру для игуана и питона. В городе стартовала благотворительная акция «Собери макулатуру на корме животных». Сдал макулатуру, спас дерево и даже накормил животных. Дети говорят, что можно загадать желание, и золотая рыбка его обязательно исполнит. Питон Петя, игуана Гоша и кролик-персик в своих клетках и аквариумах областной станции юных натуралистов каждое утро с нетерпением ждут свежие овощи и фрукты. Все эти животные, которых насчитывается не один десяток, круглый год питаются согласно специальному рациону. Однако, по словам их общего папы Владимира Константиновича, иногда хочется побаловать своих подопечных чем-нибудь особенно вкусным. В этом случае на помощь приходит благотворительная акция «Собери макулатуру на корме животных». Конечно же, наши животные особо не испытывают недостатка в пище, но лакомства, которые мы иногда покупаем в магазинах нашего города, они, конечно, будут не лишние для наших животных. Сюда дети могут прийти в любую временную экскурсию, узнать что-то новое для себя о флоре и фауне, пообщаться с животными. А чтобы помочь станции юных натуралистов закупить больше припасов, ребята принимают участие в благотворительной городской акции, старт которой был дан в здании администрации Засвияжского района Ульяновска. На открытии церемонии присутствовал министр природы Дмитрий Федоров. Он рассказал всем собравшимся о важности этапа переработки мусора, который дает вторую жизнь резине, стеклу, пластику и бумаге. Все это сортируется, перерабатывается, и все полезные вторичные ресурсы, в том числе и один из важнейших – бумага, картон, они возвращаются во вторичный оборот. Участниками акции «Собери макулатуру на корме животных» стали районные школы Засвияжского района. Дети с удовольствием пообщались друг с другом, узнали больше про экологию родного региона и, самое главное, о тех животных, которым они хотят помочь. Все вырученные средства со сдачей макулатуры пойдут на корм животным станции юных натуралистов и конного клуба «Кентавр». Лошади привлекают тем, что они очень активные животные, которые помогают людям, когда куда-то нужно, например, перевозить или что-то еще. Собирая макулатуру и сдавая ее на переработку, мы заботимся об окружающей среде, поскольку одна тонна старых книг, газеты, журналов спасает 10 деревьев, экономит 200 кубометров воды и 1000 киловатт электроэнергии. Планируется, что в ближайшем будущем городская акция «Собери макулатуру на корме животных» вырастет и станет областной. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В Госдуме готовят сюрприз для курильщиков. Разрешат ли вторжение в личное пространство ради здоровья и экологии, разбиралась Виктория Черкова. Всем известно, что в общественных местах курить запрещено, но вскоре антитабачный закон может распространиться и на частную собственность. Депутаты Госдумы предложили запретить курение в автомобилях. В столичные слуги народа привели массу доводов в пользу поправки в закон. Дым вредит пассажирам, сигареты из окна привлекают внимание, а сам сеанс курения может притупить внимание водителя во время движения. Мысль разумная, но ситуация неоднозначная. Во-первых, машина – это личное средство передвижения. Во-вторых, каким образом будет проводиться учет правонарушений? Ульяновцы поделились своими мнениями насчет спорных нововведений. Мнения горожан разделились. – Нормально. – А почему? Объясните. – Потому что он сам отравляется, отвлекается от дороги. И, естественно, всем пассажирам это очень вредно. – Положительно. – А почему? – Ну, потому что это мешает движению. – Я считаю, что это неправильно. Каждый человек имеет право. Это его собственный автомобиль. Делать в нем что хочет. Лучше бы они дороги делали, чем курить запрещали. – На так, понимаешь, положительно. – А почему? Объясните. – Ну, во-первых, курение вред само собой. И как для водителя, да. Ну и понятно, окружающая среда, почему я должен дышать, допустим, теми вредными газами, которые происходят в процессе курения. – Против всякого курения. Но если человек курит, где же его курить? На улице нельзя, в подъезде нельзя, в общественном месте нельзя. Пусть в своем автомобиле хотя бы курит, если он один. Врачи напоминают о фатальных последствиях курения. Но к возможным поправкам относятся весьма скептически. Ведь тотальные ограничения могут вызвать у людей не только волны протеста, но и даже увеличить тягу к запретному. – Ну, как правило, показывает время, что не очень наше общество любит запреты. На каждый запрет есть какое-то вот как противодействие. Это все-таки вот машина, это личное пространство. И вот я так считаю, что это личное пространство. И не каждому понравятся вот такие вот механизмы запретов. Антитабачные новшества пока что существуют только в виде устных заявлений отдельно взятых депутатов. Если же поправки и войдут в свод законов, исполнять их будет проблематично. Ведь поймать и оштрафовать все курящие машины будет невозможно. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости ульяновской правды. Малоизвестная страница творчества Сергея Рахманинова открыла для ульяновца заслуженная артистка республики Алания Злато Чочиева. Накануне музыкант выступила в Большом зале Ленинского мемориала. На сцене Большого зала Ленинского мемориала в рамках вечеров Стэнвэй выступила заслуженная артистка республики Алания, лауреат международных конкурсов, пианистка Злато Чочиева. Сейчас Злато живет и работает в Зальцбурге и много гастролирует. Ульяновск она посетила в рамках Большого турне по России. В первом отделении Злато исполнила музыку Баха великолепной транскрипции русского композитора Сергея Рахманинова. К слову сказать, Злату Чочиеву называют прирожденным исполнителем Рахманинова. Рахманин всегда был и любимым, и самым дорогим композитором моему сердцу с самого раннего детства. Да, я стараюсь включать его произведение в свою программу как можно чаще и стараюсь осветить то творчество, ту часть его творчества, которая осталась по каким-то причинам в тени. Также в первом отделении прозвучало шесть мазурок Шопена и Скрябина, которые редко можно услышать на большой сцене. Второе отделение было полностью посвящено музыке Рахманинова. Пианистка открыла малоизвестные страницы его творчества. В концерте поучаствовала молодая артистка из Ульяновска Мария Андреянова. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. На этой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемиологический порог в 43 регионах. Неделю назад этот показатель был почти вдвое меньше – в 23 регионах. На карантин ушли в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии и Свердловской области. Эпидпорог в Ульяновской области превышен на 19%. Непосредственно гриппом заболели 34 наших земляка. Уже завтра во всех районах области состоится гонка «Лыжня России». К участию в лыжных гонках приглашаются все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Для этого необходимо пройти регистрацию на месте проведения, предоставив медицинскую справку-допуск. Все зарегистрировавшиеся участники получат стартовый нагрудный номер и лыжную шапочку с символикой «Лыжня России». В Ульяновске главный старт будет организован в Заволжском районе на биатлонной базе «Заря». Регистрация участников начнется в 10.00. Общий старт в 12.00. В Димитровграде спортивный праздник будет организован по адресу улица Курчатова, дом 12. Церемония торжественного открытия соревнований пройдет в 12.00. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok